Не, не так, Марочка. Три, два, один. Я тебя выиграл. Теперь Морочка. Я мою играл. Добрый. Морочек дым, браток, каравай. В этой комнатке бывшего общежития живут семь человек. Пятеро детей, их мама и бабушка. Трое малышей спят на полу. Дима вот здесь спит, а я с Ашем здесь. Двое с бабушкой на диване. Диван раздраживаем до самого вот самого. И мне, если встать надо, то я стараюсь так сунуться, чтобы сюда это самое. Чтобы как-то или приходится сюда ногой, чтобы, не дай бог, я ребенка не зацепить. Они же с ней, они же разляжутся. Хозяева рассказывают, чтобы втиснуть кроватку для самого маленького жильца, из комнаты пришлось вынести холодильник. Маме детей спать вовсе негде. Кровать она поставила в общей кладовке. Здесь жильцы со всего этажа хранят свои вещи и сушат белье. Вот здесь одна моя кровать стоит. Я здесь сплю. Тут не топится, не батареи. Здесь холодно. Наталья – многодетная мать-одиночка. Прописана с пятью детьми в комнате своей матери. Говорит, что на очереди на получение жилья стоит шесть лет. Выдать жилье чиновники даже не обещают. Пишут ответ, что очередь, что многодетных тут матерей много, что очередь не дошла. В городском управлении распределения жилплощади говорят, о выдаче изолированных квартир льготникам и речи быть не может. Новое жилье для очередников в Харькове сейчас практически не строится. В лучшем случае Наталья может рассчитывать на комнату в коммуналке. В основном это предоставляется кому? Либо гражданам, которые живут в этих же квартирах, имеют право занять освободившееся жилье. А если нет таких очередников, которые имеют право претендовать на это освободившееся жилое помещение, то у нас есть такие льготные категории, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В очереди на жилье только в Харькове стоят 43 тысячи семей, говорят в мэрии. В этом году в свои квадратные метры вселились меньше 60. Проблема есть, но, опять же, для того, чтобы ее решить, нужно честно всему обществу заявить о том, что не будем мы давать квартиры бесплатно всем тем, кто еще с советских времен стоит и постоянно вносит новые данные в очередь, чтобы его из этой очереди не вычеркнули. Областные власти говорят, квартирный вопрос удастся решить, если соискатели будут платить за квадратные метры. Проселить все семьи получится, если каждый соискатель заплатит треть стоимости новой квартиры. У Натальи Придун таких денег нет, женщина не может даже снять комнату в общежитии.